Сегодня Дмитрий Медведев обсудил с лидерами думских фракций российскую безработицу и предложил внимательно следить на что тратятся деньги, выделенные на решение этой проблемы. А Единая Россия назвала кандидатов на посты глав Чечни и Ульяновской области. Андрей Федоров передает из Сочи. Встреча президента с лидерами парламентских партий это уже многолетняя традиция. На таких совещаниях, которые проходят в формате без галстуков, обсуждаются самые насущные проблемы и пути их решения. Сегодня главной темой, которую обозначил Дмитрий Медведев, была ситуация с безработицей. Несмотря на выход нашей страны из активной части финансового кризиса, ситуация в сфере занятости, она остается достаточно сложной. Мы вышли практически на докризисные цифры по занятости населения, по количеству безработных, рассчитываемых как по методике международной организации труда, так и по количеству зарегистрированных безработных. Но, тем не менее, все равно процент безработных в нашей стране достаточно высокий. Речь идет о миллионах наших людей. И поэтому любые программы по поддержке занятости являются, безусловно, важными для огромного количества наших граждан. Дмитрий Медведев отметил, что нужно усовершенствовать закон о занятости населения, а в частности утвердить так называемую трудовую мобильность, чтобы люди беспрепятственно могли переезжать из одного региона в другой в поисках работы. Кроме этого, президент призвал лидеров партии контролировать расходование средств, которые выделяет государство на программы занятости. Уже после встречи, которая дальше проходила за закрытыми дверями, руководители фракции рассказали журналистам о своих предложениях. Например, «Единая Россия» за использование современных технологий. Создание рабочих мест с удаленным доступом, так называемый теледоступ. Что здесь имеется в виду? Здесь имеется в виду, что ряд работ можно осуществлять, находясь дома, за компьютером, и наладить связь с центральным офисом, получать задания и отдавать готовые продукты. Вот если принять реальную программу поддержки сельского хозяйства, одно рабочее место на селе дает 5-6 рабочих мест в городе. Ну вот коньяк греческий, везде его вижу, или французский. У нас на юге свой производят. То есть не готовы больше, но рынок-то занят чужими товарами. То есть выдавливать потихонечку весь импорт и наоборот стараться закупать у своих. Мы предложили позволить работодателям в тех организациях, которые являются социально значимыми, какие это организации, это детские сады, это интернаты, это больницы, брать безработных на полставки при сохранении за ними пособия по безработице. Также Дмитрий Медведев сегодня отдельно встретился с лидерами партии «Единая Россия». Борис Грызлов передал списки кандидатов на посты руководителей Ульяновской области и Чечни. В каждом по три претендента, в том числе и действующие руководители Сергей Морозов и Рамзан Кадыров. Андрей Федоров, Александр Полянский, телекомпания НТВ, Красная Поляна.